Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Вопросы веры». Мой собеседник сегодня – председатель информационного отдела Пенинской епархии, священник Алексей Рой. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, дорогая матушка Инна! Здравствуйте, уважаемые зрители! Благословение Божие да пребывает со всеми вами! Святые Пётр и Февронии дали пример идеальной христианской семьи. Именно за это они удостоены церковного почитания. Именно поэтому их жизнь вот уже более восьми веков служит примером должного отношения супругов к церковному браку и друг к другу. Обстоятельства их жизни мы узнаем из повести о Петре и Февронии, написанной в XVI веке. Батюшка, расскажите о ней вкратце. Матушка Инна, здесь надо, конечно, сделать оговорку для телезрителей о том, что жанр агеографической, житийной литературы имеет свои каноны. И, конечно, относиться как к источнику исторической достоверности, в принципе, надо с определённой долей осторожности. Поэтому вот то житие, которое мы с вами знаем, оно, в принципе, служит для нравственного назидания слушающих, а не для того, чтобы отродить какие-то реальные события, которые происходили в жизни этих святых. И поэтому здесь рассказывается о том, что князь Пётр Муромский, когда княж жил в своём вочине, был вынужден сразиться с чудовищем, со змеем. И в результате этой схватки на него попала кровь этого чудовища, и так как это было порождением зла, он заболел проказой. И как добрый христианин, он пытался вымолить исцеление у Бога, и, видимо, Господу было угодно свести этих двух людей вместе, чтобы они создали семью, православную семью, малую церковь, именно в традиционном христианском понимании. И поэтому промыслом Божьим он узнал о простой девушке из самых низших сословий Февронии, которая проживала, в принципе, достаточно далеко. Он посылает к ней посольство и получает странную просьбу, что он будет исцелён, если женится на этой простой девушке. И князь здесь, конечно, не мог преодолеть свои какие-то сословные предрассудки, но, тем не менее, покопалибавшись, он дал такое обещание девушке, получил исцеление. И, естественно, то окружение, которое было у князя, оно не позволило ему выполнить свои обещания, они склонили к тому, чтобы князь его не сделал, и в результате он заболевает второй раз. Именно той же самой болезнью. И здесь, видимо, промысл Божий вёл к этому браку. И вполне возможно, что именно для его спасения действительно была нужна эта девушка с удивительным, уникальным даром исцеления. И получается так, что, раскаившись, он, конечно же, берёт её в жёны, но здесь интриги бояр не дают им остаться на княжеском троне в Муроме. И после того очередной смуты бояре ему говорят, что они не хотят видеть такую княгиню из простых людей. И предлагают либо оставить жену, либо оставить трон. Но здесь князь поступает уже благородно, не поддаётся вот этому мимолетным внушениям, не малодушевствует и проявляет верность своей супруге. Он ради этого отказывается от княжеского престола, и супруга не удаляется. В результате борьба за власть доводит это княжество до крайней смуты. Там уже случаются смерти, и различные боярские группировки борются за власть. В результате измученный народ обращается к князю в лице верных бояр для того, чтобы он вернулся и навёл уже порядок. И после этого они уже возвращаются, и никто не ставит на вид происхождение. Княжины все признают её княжеское достоинство, и это уже чета более мирно доживает свои дни. И перед своей кончиной они принимают посрик, как это было принято тогда у знатных людей на Руси. Но, тем не менее, их любовь настолько была друг другу велика, что они просят после своей смерти похоронить их вместе. Для этого даже был изготовлен специальный гроб с перегородкой. И удивительно, что монахи посчитали это не вполне благочестиво, и всё-таки похоронили их в разных местах. Но, опять же, Господь позволил любящим сердцам показать, что эта любовь ему угодна. И чудесным образом они оказались всё равно в одном месте, их тела, их мощи. И вот сейчас, мы опять возвращаясь к почитанию после стольких лет гонений на церковь, атеистического советского общества, я очень рад, что пример верности является символом, скажем, нашего национального возрождения. Житие Петра и Феврония в этой действительности не имеют отношения. Однако нельзя согласиться с тем, что Пётр и Феврония только лишь вымышленные персонажи вот этого географического жанра. Потому что, во-первых, есть их мощи. И надо отметить, что в христианстве принято фиксировать в церковных книгах факты рождения, венчания, отпевания людей. И поэтому историки могут в этом убедиться, в том, что эти люди реально существовали. Да, есть реальные люди, которые княжили в Муроме, их мощи мы почитаем. Да, есть определённые, может быть, какие-то подробности, которые могут показаться фантастическими или сказочными. Но в целом та история верности, особенно в последнее время, то, что касается Смуты Боярской, я думаю, это вполне исторические события. И здесь тот, кто записывал, автор жития, достаточно верно отразил то, что происходило. И действительно, они являются нашими заступниками, покровителями семейной жизни. И в каких-то неурядицах мы можем обращаться к ним за помощью, чтобы они умолили Бога вмешаться в нашу жизнь грешную и каким-то образом её править на исполнении заповедей Христовых. Уважаемые телезрители, мы ненадолго прервёмте на традиционную рубрику «Седмица», сразу после которой мы продолжим нашу беседу. Канун праздника Успения Пресвятой Богородицы митрополит Пенинский Нижнеламовский Вениамин возглавил всеночное бдение в Успенском кафедральном соборе Пензы. По окончании богослужения владыка поздравил прихожан. Везде есть и посвящены либо храм, либо предел какому-нибудь празднику, связанному с Царицей Небесной. И мы молимся в нашем кафедральном соборе, чтобы она услышала Бог наш и помиловала и благословила нас миром и тишиной. Нас, наши семьи, наших родных, наших близких, и мы в мире сумели прийти и наследники быти Царства Небесного. Аминь. В праздник Успения Пресвятой Богородицы митрополит Пенинский Нижнеламовский Вениамин возглавил божественную литургию Свято-Успенской и женской обители города Нижний Ломов Пенинской области. За литургией молились настоятельницы монастыря Игумения Варвары с сестрами обители, настоятельница Троицкого женского монастыря Пенза Игумения Митрофания, настоятельница Наровчатского Троицыскана монастыря Игумения Тавифа. После богослужения владыка Вениамин обратился к пасты с архипастерским словом. Я прошу Господа сил каждому себе присутствующему, милости Божьей, крепости и молитвам Пречистой Владычицы, чтобы Господь утвердил и укрепил нас. Как Матушка Ему мне сказала, скажем вот что-то в Нее новое. В Нее появились иконы со святыми мощами, преподобного Серафима Саровского и ученика Виктора, появились обители мощи всех Его Печерских святых. И новая для нас радость, это образ Матери Божьей, пред которым мы часто молимся, когда нас посещают или наших родных посещают онкологически. И вот постепенно этот обитель поднимается, и я надеюсь, что и новая сестер придет. Я знаю, что сегодня уже пришла одна пополнение за два года, но я думаю, придет скоро еще множество сестер. И те планы, которые есть в Матушке Емубине, вместе с вами, они исполнятся. И это будет тот оазис боговности, молитвенного подвига, которому мы стремимся. Ибо здесь благодать Божья, и получая Божью благодать, укрепляемся и утверждаемся вере. 30 августа митрополит Пензенский Нижнеломовский Вениамин совершил всеночное бдение с чином погребения Площаницы Пресвятой Богородицы в Успенском кафедральном соборе Пензы. Владыки сослужили при освящении шейхипископ Сердовский и Спасский Митрофан, другие священнослужители Пензенской епархии. По окончании великого словословия с пением погребального Святой Божия состоялся крестный ход с Площаницей Пресвятой Богородицы вокруг собора. По завершении крестного хода прихожане с особым благоговением подходили к святыне, прикладывались к Площанице с изображением Успения Божией Матери. Владыка назвал праздник Успения Пресвятой Богородицы Второй Пасхой и призвал верующих молить у Царицы Небесной прежде всего укрепление вере. И сегодня мы преподаем этой святой Площанице как божественный, той, которая послужила божественной тайне воплощения Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. И молим, и просим, чтобы она услышала нас, помогла нам, укрепила нас, утвердила в нас веру, правую веру родительскую, ту, которую заповедовал нас Спаситель через святых своих апостолов и учеников. И сегодня я хочу поздравить вас этим праздником. Этот праздник на Афоне празднуется и священству одевает красные ризы, как Вторая Пасха, ибо Матерь Божия была воскресена на небо. Также мы просим, чтобы наши души, когда придет время, вот молитвам Пречистой были взяты, да, где не болезнь не скоббей, а радость вели я, и видя славу Спасителя мира. Пимен Угрежский Храма Протерии Павел Матюшечкин поблагодарил митрополита за то, что святые мощи преподобного Пимена пребывают в храме, где каждый может приложиться к святыне и влучить исцеление, а также пожелал владыке помощи Божией во всех начинаниях. С архипастерским словом к верующим обратился владыка Вениамин. И вам я предлагаю молиться, преподобный, любите его, просите его помощи и получите по вере вашей. Какая ваша вера, так и какое будет вам такая помощь. Храни вас Бог. 31 августа епископ Свердопский и Спасский Митрофан вступил в управление своей епархией. Огромный собор Архангела Михаила в Свердопске был переполнен людьми. Саратовский зодчий Алексей Салько, который проектировал его столетия назад, словно бы предугадал, что его творению суждено стать не просто храмом уездного города, но кафедральным собором целой епархии. В последний раз литургию здесь в качестве временно управляющего Свердопской епархией совершил митрополит Вениамин. Теперь он официально передал управление в руки Преосвященного Митрофана. Владыка Митрофан теперь правящий архиерей для 12 районов области. От Калышле и Малой Сердобы до Спасская Наровчата. Со всех уголков самой обширной в регионе епархии приехали священники, чтобы поздравить своего нового архипастеря. Были с мечты Свердопской, с нашей епархией, мы получили свою владыку. Мы думаем, что это очень благоприятно отобразиться на всей епархии. Поскольку я сам сердопчанин, воспитывался в этом городе, рос, и моя жизнь связана с этим уникальным собором Михаила Архангела, конечно, радостно для всех верующих людей Свердопской кафедры, что мы обрели своего епископа. А самые юные прихожане будут когда-нибудь рассказывать внукам и правнукам, как присутствовали при рождении новой епархии. Сегодняшний день будет у них пастырь, который будет твердо внести по жизни духовной. И для них это, наверное, особенный день, да, Елисей? Как для тебя этот день, когда с Владыкой ты общался? Особенно. Особенно в чем? Второй раз с Владыкой. В Свердопском соборе Владыка Митрофан бывал с детства. Здесь служили его духовные учителя, архимандрит Модест и исхиеродиакон Эпполит. Теперь ему самому предстоит окормлять здесь многотысячную паству. Архиерийский пресс очень тяжелый. И кто не знает, они думают, что это очень просто. Вот сейчас у него будут ночи бессонные, будут все время мысли, как учат сделать. Он несет ответственность не только за себя, но за всех батюшек, за всю свою паспорт. Помогай мне. Трудностей много. Катастрофически не хватает духовенства, не до конца сформированные епархиальные управления. Владыка Митрофан прекрасно понимает все это, но надеется на помощь Божию. Знаете, может быть, как часто бывает, преподносят архиерею цветы. Розы прекрасные, цветы красивые. А если посмотреть, то они еще и с шипами, то есть они еще и колючие. Вот на сегодняшний день, пока, слава Богу, как бы сказать, видно только эти красивые цветы. А то, что будет дальше, это уже, наверное, дело Божие, дело времени. И как символ времени, архипастрям, приехавшим поздравить епископа Митрофану со вступлением в управление епархией, Владыка подарил главный сердцовский сувенир – часы с кукушкой. В воскресенье 1 сентября митрополит пензенский Нижеламусский Вениамин возглавил божественную литургию в молитвенном доме, освященном во имя Владимирской иконы Божией Матери, в селе Старая Каменка под Пензой. Проповедь произнес праэтерий Дмитрий Кашелкин. Он говорил о вере, посте и молитве как средствах спасения души. Молитва должна исходить от сердца, и только тогда она дойдет до Бога. Митрополит Вениамин поздравил верующих с воскресным днем и продолжением праздника Успения Пресвятой Богородицы. Давайте будем стараться делать все, чтобы поддержать ближнего своего, укрепить его веру и утвердить эту веру до скончания века. Аминь. Праздник у вас! Спасибо, Господи! Напоминаю вам, дорогие телезрители, что в эфире программа «Вопросы веры». Сегодня мы говорим о православной семье. Батюшка, многие ли в наше время готовы последовать примеру Петра и Февронии? Я думаю, что такие примеры мы можем найти из жизни уже прославленных святых. Вот святой праведный Алексей Мечев с его сыном, священным учеником, отцом Сергием Мечевым и другие. То есть мы уже с вами перечисляли другие примеры. Я думаю, что мы можем найти и в наше время немало примеров благочестивых семей, когда люди действительно по-христиански друг к другу относятся, носят тяготы Христовые и так исполняют закон Христов. Это основной смысл создания христианской семьи, чтобы уподобиться именно мученическому подвигу. Ведь даже и тропари, которые поются на венчании, они как раз упоминаются о том, что и венцы, которые держат над тайнцами венчания, над теми, кто сочетается браком, тоже они мученические. И вот в чём мученица? В том, чтобы терпеть и нести тяготы другого человека. Батюшка, и последний вопрос, мне даже самой интересно. Феврония исцеляет Петра, восполнив его неполноту, но всякая ли жена является целительницей для своего мужа? Знаете, вот очень интересный, матушка, вопрос задали, я очень благодарен, это как-то оживит нашу беседу. Я думаю, что здесь уместно вспомнить сюжет из фильма «Поп». Там один селянин спрашивает батюшку, что ему делать с его сварливой женой, которую, ну как вот он даже там жестикулирует, показывает, чтобы он там сделал. Иногда вот так вот хочется повоспитывать, что прям уж сил нет. И тут ему батюшка говорит, вот с какой-то долей самоиронии о том, что он добр, худён, как он сам выражается, таким колоритным языком, и хорош собой. И стал бы я таким хорошим, если бы она не была такой полной и с теми качественными характерами, которые, как он потом выразился, затачивают его. То есть она мой точильный камень. И в любом случае получается, что супруга его вела ко спасению. И вспомните потом вот эти кадры, когда супруга, спасая от заражения, потому что она заболела очень тяжело, уходит в лес. И действительно ведь то письмо, которое она оставила, это же просто слёзы наворачиваются. Вот та настоящая любовь, которая была между ними, несмотря на вот такие бытовые, как казалось бы, вещи, которые мы видим в начале фильма. Так и здесь, я думаю, что зависит от самого человека. Вот крест, который несут люди, как для благоразумного разбойника это может быть дверь в рай, а для других это может быть просто погибельным крестом, как для того разбойника, который хулил Христа. И в данном случае тоже, как он воспринимает вот свою вторую половинку. Если он будет её воспринимать по-христиански, то, что они действительно будут одно целое в Царстве Божьем, то всё, что между ними не происходит, это будет только к их взаимному спасению и укреплению и духовному совершенству. Даже, может быть, какие-то и отдельные негативные моменты, здесь как раз проявляется терпение, доброта и любовь, которая должна покрывать все наши недоразумения. Поэтому дай Бог, чтобы, конечно, люди осознали то высокое значение брака, которое явили собой святые и благоверные князья Пётров и Верония, чтобы они действительно нашим примером и своим примером нас вдохновили на христианское понимание брака и в конечном счёте стяжание вечной жизни для себя и своей половинки. Батюшка, я вам очень признательна за интересную беседу. Матушка Инна, я тоже, в свою очередь, вам признателен за сегодняшнюю беседу. Она очень актуальна для многих наших зрителей, поэтому дай Бог, чтобы святые Пётр и Феврония, Муромские чудо-творцы молились за нас грешных и призывали благодать Божию для укрепления наших семейных уз. Дорогие телезрители, прислать интересующий вас вопрос вы можете на нашу электронную почту, которую вы видите на экране. До свидания, братья и сестры. До новых встреч с вопросами веры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова